здравствуйте дорогие друзья продолжаем наше путешествие по книге тейлим 68 псалом очень много философских комментариев к нему ну давайте и начнем когда человек совершает грех какой-нибудь пишут мудрецы и в первую очередь прогневался позавидовал кому-то он открывает себе доступ плохого духа и в этом случае если ты чувствуешь что что-то тебя ну мягко говоря не то в тебя входит нужно прочитать этот псалом вообще говорят мудрецы что это хорошо тогда в этом случае прочитать взять стакан воды прочитать этот салон над водой только обязательно в комнате где нет солнца и внутри помещения затем сказать браху и выпить эту воду и говорят это очень помогает мудрецы говорят что этот псалом помогает когда у человека плохое настроение депрессия и так далее есть интересные слова в этом кисней комментарии к этому псалму о чубе о чубе чуд который у человека написано есть такие слова всесильный сокрушит головы противников теме волосатая ищущая своих беззаконних и вот однажды крепи и скаку из бердичева пришла супружеская пара у них проблемы с воспитанием ребенка много подраз пытались с ним поговорить очень ничего не получается и репе яицках выслушал и сказал что нужно постричь чуб срезать который он себе отрастил родители были очень богаты они были готовы дать цену все что если он примет совета не договаривались но он отказался категорически начал смеяться над праведником человек говорит разные вещи пришли опять к рыбе яицках он говорит свяжите его приведите ко мне и обрежьте чуб но родители в шоке не знают что делать родственники возмущаются тем не менее сделали сделали связали сына привезли к рыбе с отрезали чуб и произошло чудо как только пострели он сразу начал плакать раскаиваться и просить чтобы раввин разрешил ему стать одним из учеников многих это удивило люди задавали вопросы какая связь между этим когда спросили самого рябе яицка он сказал так ведь это написано псалмах давида 68-м псалме написано что всесильный сокрушит голову противень теме волосатые и так далее из этого отрывка видно что есть прямая связь между чубом да и грешными поступками человеком что еще кто дает силу богу написано что когда люди творят неправедные дела они как бы ослабляют силу бога но когда совершает праведные дела они увеличивают мощи сказано дайте силу бога именно про 68 псалм поэтому именно в 68 псалме есть слова которые и объясняет раби хаем из воложна всевышний сотворил чека дал ему власть над множеством сил природы и передал ему в руки огромную силу чек управляет ими те или иные поступки говорят на плюс или на минус если в дороге что-то случилось с машиной любая неисправность читают 18 пирог те или 68 колесницы божьей десятками тысяч и так далее и это помогает читают для освобождения заключения это очень многие мудрецы пишут что находят заключение чтобы ускорить освобождение читают этот псалмон он вообще очень сильно его читает при выносе торы в синагогах читает второй пасок 68 встанет бог рассеются враги убегут ненавидящие от него рахмаль говорил что один человек умер и душа его поднялась на небеса его спрашивают как ты воспитывал сына он говорит воспитывал быть хорошим человеком зарабатывать на труд а почему не отправила вешиву да разве вешивок не хватает учеников многие такие трудятся ничего что плохого сказали ему ты даже не знаешь что сделал у тора есть 600 тысяч слов смыслов и у каждой души есть свое понимание и путь к ней верно что есть многие кто учатся и мудрецы но никто из них не может изучать тору так как изучил бы твой сын теперь все это потеряно ты превратил его в ремесленника и все будущие его открытия пропали для мира и вот святой алшик говорил что именно об этом написано в теле сидящая дома 13 перик 68 теле сидящая дома делит добычу речь идет о торе которая делится между всех душ и разделяет между ними своими секретность кто-то упустил потерял все поэтому каждый раз когда мы что-то не сделали что-то не изучили чтобы мы знали это непросто этому не решили этого вот все к 68 сумму я же говорил философский браха ва цваха вау вау Музыка.